ребят всем привет вы на канале сачук тв этот ролик посвящен коллегам будущим коллегам которые собираются идти в дальнобой связано с тем что у меня сейчас много друзей идет устраиваться именно компанию гиртека где мы работаем но сейчас как вы знаете не дают визы и приходится идти на польшу ну тут не в этом пусть то что идет много людей с дальнобой и этот ролик будет посвящен тому что брать с собой первую каденцию на стажировку расскажем вам что лучше брать как компактно сложиться и все по порядку берите блокнотик ручку записывайте чтобы ничего не упустить посмотрев этот ролик до конца я расскажу вам как вести свой режим труда и отдыха в блокноте я вам наглядно покажу расчерчу чтобы вы не запутались и чтобы у вас не было проблем так что смотри этот ролик до конца ставь палец вверх а мы начинаем первое самое важное что вам понадобится собой это собрать аптечку в аптечке у вас должны быть аптечки как бы есть машине но в машине там такое бинты и в основном их здесь раскрадывают поэтому обязательно с собой берем бинт по возможности лейкопластырь противовирусные от горла пшит руки разные потому что очень часто болит горло купить это возможности у вас не предоставится очень тяжело попасть в аптеку европе так противовирусно сказали от живота от поноса обезболивающее там ну крепкие не крепкие от головы что-то потому что очень часто болит голова из-за недосыков из-за всякой ерунды вот так так что собираем аптечку компактнее всего будет аптечку собрать контейнеры мы покупаем контейнеры у вас магазин есть три цены покажи такие контейнеры ребята пластмассовые закрывающиеся крышкой они очень удобно они из разных размеров здесь у нас и косметические алене и такие же контейнер у нас есть под аптечку мы их собираем и спокойно они хранятся собрали аптечку сложили что-то там употребили туда-сюда израсходовали беларусь приехали потом допустили это будет самое дешево второе что вам понадобится с собой кухонная принадлежность нам понадобится это будет баллон сковородки вот такие там ну мы не берем с собой чайник потому что мы покупали и электро чайники они вылетают сгорают и вы остаетесь без ничего самый удобный вот такой вот котелок ручка снимается захотели заварили воды либо либо простой чайник чайник мы просто забыли дома там удобно для чая кофе чайник а это там отварит макароны какую-то кашку вот как мы варили без проблем я себе позаписывал и просто посматривать шпаргалки тем это вырежем потом нахуй баллон плитка про баллон сказали следующее кому-то неудобно баллон можно купить маленькую плитку разую на баллончик ну на баллончиках я бы вам не рекомендовал не убрать еще прошлой каденции выбрали на собой еще баллончики мы купили светофоре магазине по рубль 30 наверное час у нас баллончик саму дешевый стоит 45 рублей и в европе он стоит 134 евро поэтому ребята покупаем баллон на 5 евро заправляем его здесь вам хватает его на три месяца при интенсивной готовке это баллон еще заправили в беларуси за 6 рублей если у вас есть выходы там на газовую заправку кто вам может направить баллон 6 рублей полный баллон под завязку три месяца пользуетесь не знаете бед кто-то покупает себе машину мультиварки у нас мультиварки нету я люблю готовить на огне поэтому каждому свое мультиварку заказываем на алиэкспрессе из китая стоит она 35 40 долларов вот так поехали дальше понадобится вам после готовки купить канистру с краником везде в этих магазинах для длиннобойщиков они продаются стоит приблизительно двадцатка стоит там 10 там 15 евро мы купили себе десятку за 10 евро и нам ее посуду помыть выше крыши остальное мы берем с собой просто покупаем магазине в литве 5 литровые бутылки с водой это место канистр покупаем их 6 штук ставим палетники и вода заканчивается мы просто на колонках здесь набрать воды доливаем воды и пьем питьевую воду так с канистрами разобрались дальше у нас идут губки моющие средства моющие средства лучше покупать конечно здесь они стоят копейки даже вы берете самое дешевое за евро к чем-то там и она служит поверьте мне лучше чем наша белорусская ферри которая продает у нас вот так потом покупаем зубные пасты это можно покупать дома можно и здесь здесь тоже смотря какой магазин попадете мы брали здесь очень хорошие пасты и по 70 центов здесь пасту даже дешевле купить чем у нас дома шампунь дешевле покупать ну наверное уже даже здесь потому что здесь шампуни дешевые стали в лидалах валде спокойно зашли в магазины в которых вы будете останавливаться везде все это купить идем дальше тема получится немножко может постараюсь вложиться быстро но может засовутся немножко продукции продукты питания с собой мы в основном не берем потому что здесь продукты стоят копейки в литве копейки стоит и мясо особенно в польше если вы попадаете на польский парк больше вообще очень вкусно все очень дешево и дешевые кафешки из продуктов мы берем с собой только ралтончики можно взять вот мы светофоре были там они дешевые но мы их не едим брали вот такие вот там блины завешать такие вот пакетики с мукой уже готовые они там стоили рубль сколько на 78 копеек один пакетик полкилограмма это если кто-то хочет блины я люблю блины по выходным по 45 поэтому мы это берем только на блины консервы какие-то кто-то любит консервы можно брать провозить мясо колбасы сало это ничего проводить нельзя кто-то если будет работать литве на хостеле спросите у ребят там он подскажет магазин мясо сало мужик продает просто вот такой вот и шея и копченые и вяленое что хотите и колбаски домашние у него все есть про польшу не подскажу по этому поводу дальше одежда что берем с собой из одежды одежду мы берем с собой по сезону если лето то соответственно трусы там две пары три трусов в душу идет и перестернули и ну по развесили резиночки вот такие вот покупаете у нас полотенца сутку с души после они продают и резиночки вот эти в автомагазинах одну-две резиночки купили и вам его хватит до конца жизни не знаю у нас три резиночки уже два года с нами ездят вот потом потом шорты пару маяк двое шортов пару маяк носки я летом нас не ношу зимой поднашиваю носки трусы тоже летом особо можно фортах и без трусов зимой конечно надо трусы две-три пары трусов теплые пару баек зимой если это зима у вас пару баек пару спортивных штанов ну опять же в душе будете просто перестирывать износили там неделю штаны допустим зашли в душ перестирали одели свежие куртка зимой куртка надо особенно если вы работаете на скандинавском парке надо утепляться скажем так если на европейском можно сильно не утепляться ботинки кроссовки одни ну гиртека выдает вам обувь adr можете носить ее как бы вот так дальше у нас идет постельная комплект из постельного у нас состоит плед 1 2 просто не с резиночками покупаем это будет вам удобно очень они одеваются на весь матрас подушку одеяло легкое берем из дома и чтобы компактно сложить желательно вакуумный пакет это воздух высасываем получается маленький пакетик и подушка две наволочки две простыни под два пододеяльника вам этого хватит на всю каденцию опять же все это перестирываем по возможности где-то есть стиральные машины с сушилками сразу отдали 5 6 7 евро постирали просушили сложили ящики постельная дальше у нас идет посуда по посуде вот ну сколько ездим я бы ну не стал заморачиваться реально берем покупаем себе вот такие вот кружки они они как бы термокружки не долго сохраняют тепло но что-то похожая термокружку одну можно взять если есть вдвоем ну естественно две термокружки тарелочки вот мы такие купили с крышками то есть там потворили кашку себе закрыли крышкой все без проблем про соседних я вам рассказал потом если надо какие-то контейнеры ребята смысла их покупать дома нету потому что здесь в каждом магазине лидл алди продается мороженое я думаю все из вас любят мороженое за 2 евро вы покупаете огромный контейнер килограмм мороженого съедаете его и там у вас остается супер прочный контейнер вы его помыли и можете складывать туда и мясо мариновать там и бутерброды наложить себе приготовить мы делаем так то есть мы из дома выехали доезжаем до первого магазина покупаем себе мороженое если на маленький контейнер есть маленькое мороженое большие-большое мороженое всегда и у нас остается посуда ну контейнеры тарелки ложки вилки это все из дома берем ну такое где по одной тарелке терку берем из дома потом мы купили еще в магазине при цены отбойный молоток там чтобы отбивные отбивать что у нас там еще есть сковорода блинница но это чисто для блинов я же говорю что мы любим блины ну а так по поводу вообще сковороды в хостелах там и в таких магазинах продаются увидеть такие казаны они как бы большие вот такие сантиметров может по 7 по 8 с крышкой и там хорошее покрытие я бы не тянул с собой никакие кастрюли я вот по началу вот вот я ездил так это сейчас просто мать там подарила нам типа сковорода казан такой еще есть у нас мы тут казана ставили дома там масло налили она ничего не пригорает если надо что пожарить там пожарили себе мясо сало яичницу что-то надо творить яичницу достали казан обмыли и сварили себе макароны кашу там тоже переложили в контейнер то есть я пользовался все время одним казаном и очень вкусно в казане и все удобно лопаточку деревянную тоже покупаете чтобы не испортить казан либо вашского роду и что еще нам надо так так открывашки открывать консервные банки чтобы там берется с дома варенье какое-то открывашки нож берете обязательно ребята нож собой из дома можете купить здесь они тоже в автомагазинах все продается и стоит не так дорого кстати ложки вилки тоже стоят здесь не очень дорого по крайней мере в литве у нас на хостеле все это можно купить за копейки а если там в польше где-то сидите у вас много времени подъехали на икею все это купите без проблем дальше электрооборудование берем с собой из дома по возможности у кого есть планшеты берем планшет вам не придется тратиться на навигатор также берем телефон вот у нас такой планшет обычный samsung он идет у нас и для навигации когда стоит на 45 как подключаем аукс провод к нему покупаем аукс провод сюда подключаем в разъем и смотрим просто фильмы как dolby digital потом покупаем себе а на свой телефон можете тоже если у вас android есть закачать навигацию покупаем вот такие вот держатели чтобы было удобно чтобы телефон висел приклеиваем сзади магнитик и ребята покупаем с собой не одну зарядку покупаете пару хороших которые держат 2 и 2 2 и 3 ампера вот такие провода потому что слабые провода не вытягивают планшет на зарядке покупаем провода каждого по два iphone значит два провода на iphone хороших потому что здесь это стоит просто сумасшедшие деньги один провод стоит 25 30 евро просто один провод вот такая вот штучка мы покупать мы берем их литве они показывают заряд аккумулятора там процентах и хорошо заряжаются и пару дешевых вот таких вот штучек берем с собой вот и ребята на каждую на каждый телефон на android 2 зарядки на iphone если 2 зарядки меню и две таких вот штучки у вас должно быть ну я вожу собой побольше я вожу собой что в запасе пару штук потому что эти вещи что касается от провода и вот такие вот тройнички они здесь очень дорогие стоит реально сумасшедших денег и ребята дальше у нас последняя тема это канцелярия что вам понадобится чтобы вести хорошо отчеты и ну вообще чтобы все было в порядке на канцелярии у нас понадобится вам обычный маленький степлер я вам покажу вот я пользуюсь обычный маленький степлер потом к нему у меня идут скобы обычный корректор печать у нас фирма в литве это чтобы вам на цемерках не заполнять все вручную магазинах уже которые при гиртеке обычно продаются печати вашей фирмы куда вас там направили у нас гермету значит у вас вот гермету печать вы просто на цемерку штамп поставили вам все будет очень удобно там в польше на свои фирмы где-то кому-то выдают линейка ручки покупаете потом обязательно купите себе файлы пачку файлов вы просто на каждую каденцию будете тратить там три-четыре файла это вы его в одну складываете смрки пронумеровывается их чтобы вам было удобно вы знали делать была первая загрузка первая выгрузка выгрузились единичку наверху поставили подписали сложили по порядку второе у вас будет перецеп и у нас перецепов бывает много и также в отдельный файл вы складываете перецеп и в третий файл вы складывается конкретно чеки там паром и билеты у нас есть паром и мы плаваем паром и заправки и все 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 что связано с оплатами складывается в отдельный файл а потом сдаете вместе с отчетом и ребята как и обещал сейчас я вам покажу чтобы не запутаться в режиме труда и отдыхе то что вам рассказывать купите приложение там анти бахта хор ничего это не надо берем простой блокнот с канцелярией вот такой толстый и каждый раз на каденцию вы расписываете себе как пишем мы я вам сейчас наглядно открою новую страницу и просто покажу как я это расчерчиваю и чтобы ничего не запутаться так ребята вот как я вел это будет первая страница это будет для одиночного экипажа это вот в парном экипаже то есть ну вам должно быть вот такая вот графа просто и вы никогда не запутайтесь у вас никогда не будет проблем в первые выпишешься дату допустим там 28 допустим 0 9 до и пишите п.н. понедельник потом допустим допустим 29 0 9 там вторник вторник там 30 0 9 там среда потом первого там допустим 10 четверг 2 10 там п.т. пятница 3 10 там суббота пишите и 4 10 воскресенье и ну я вам просто наглядно покажу 5 10 там понедельник допустим вы открылись просто начало смены у вас там идет 28 0 9 понедельник в 10 00 вы открылись записали это вы ставили чип конец смены у вас там будет 20 00 20 но 20 00 время вождения там у вас составила так из десяти это восемь часов у была смена рабочая рабочая смена у нас было получается 8 00 время вождения у вас оставила за этот день допустим 505 но образно это я вам пример привожу и здесь вы пишете свой отдых сколько вы отстояли там 11 часов там может быть 9 часов там ну вот так может 13 ну все записывайте раз вы открылись ребята в понедельник в 10 00 вы здесь помечаете себе понедельник 10 00 мы открылись значит воскресенье до этого времени ставим здесь черточку воскресенье до этого времени у нас должен получиться с вами вот здесь мы помечаем воскресенье 24 часа первый отдых у нас должен получиться не позднее этого времени мы это все пометили записали и все воскресе воскресенье стали потом мы открываемся допустим воскресенье мы отстояли отдых может может вам дают его раньше стоять и потом мы открываемся с вами так точно также открылись допустим понедельник записали время открываемся воскресенье записали время расчерчиваем до субботы 6 смен воскресенье значит у нас субботу в это же время должно быть отдых здесь уже будет у нас 45 часов следующий отдых и вот так прочерчиваете свои рабочие недели 45 тут открылись там посчитали когда там должно быть о прощертили тут уже 24 потом тут обувь 45 все вот так записали все а в парном экипаже немножко у нас попроще ребят в парном экипаже у нас идет тоже дата начало смены конец смены мы просто пишем во сколько мы открываем смена 21 работ во сколько мы открываем смену смена у нас 21 рабочий час мы здесь начало смены 800 допустим до 800 и конец смены у нас должен быть не позднее 500 все это 21 наш рабочий час тут у нас отдыхе мы пишем где-то 9 это 11 мы стояли где-то там 24 точно также разметили на шестую смену там 2445 и вот так эту графу я предлагаю завести тем кто плавает на пароме ребята это очень важно вам не будет когда запутаться здесь вы тоже пишите сейчас вам расчерчу покажу что писать чтобы вы не запутались это ребята для тех кто катается паромами поездами точно также ведется запись вам будет не будет возможности вам сбиться если вы будете все время это заполнять вы приехали на паром допустим образно стали на паузу а через три часа у вас отправляется паром вы закрываете смену допустим отстояли отстоял до парома пишите первую графу отстоял на потоку посмотрели три часа допустим записал там до отстоял три часа вот так отстоял три часа начал заезд там допустим это пускает два ночи 2 00 начал заезд на заезд и съезд вам дается один час заехали вы допустим допустим за 45 минут 45 минут пишите 45 минут заехали за паром плыли на пароме 9 часов допустим плыли это у вас пауза не считая того что вы начали заезжать у вас уже получается 9 плюс 3 12 вы уже вам достаивать не надо то есть 11 часов должен быть отдых на пароль вам достаивать ничего надо если у кого-то получается здесь пауза не 9 допустим а 6 тоже смотрите там 6 плюс 6 плюс 3 а ну девятка значит до стоять два часа пишем вот так и съезжаете вам съезд на съезд дается уже 15 минут потому что 45 минут вы заезжали за 15 минут находится паркинг становитесь достаивается до 11 часов отдыха и так вот если вы будете писать у вас никогда не будет никаких проблем по паромам если какие-то проблемы там не улаживаетесь пишите распечатку проблем проблем фэри проблем паром проблем поезд и все это фиксируете инспектор посмотришь у вас есть блокнот все расписано все у вас четко и никогда к вам никаких проблем не будет и точно так же ребята расчерчивайте себе уже каждый самостоятельно отдельную графу расходы наличными чтобы не запутаться расходы нал везете это все потом все это у вас считается посчитали свои дни посчитали свои дни рабочие за всю каденцию посчитали расходы наличными сколько вам должны доплатить все запомнили где-то были какие-то нарушения пометили 28 дней чтобы отмоталась ребят надеюсь это видео было для всех полезно если что задавайте вопросы пишите в комментариях всех обнял всем удачи всем пока подписывайтесь ставьте палец вверх удачи пока